Вокруг света пешком Поход по Киринейской тропе на Северном Кипре стал очередным этапом проекта «Вокруг света пешком», в рамках которого Валерий Шанин изучает лучшие пешеходные туристические маршруты мира. Хождение по Киринейской тропе требует сноровки. В этом путешествии его попутчиком стал Руслан Кокорин. Попробую с клюквой, как этот толдун. Кипр. Киринейская тропа. Киринейская тропа общей протяженностью 255 километров была официально открыта в 2010 году. Она проходит по северному побережью Кипра от мыса Кручам, крайней западной точки, до мыса Зафер на полуострове Капрос на северо-восточной оконечности острова. По берегу моря и вдоль горного хребта, мимо греческих церквей и монастырей, через замки крестоносцев и оливковые рощи, через поля и мелкие городки, по крутому склону и ущельям с известняковыми скалами. Тропа проложена так, что по ней можно идти налегке, ночевать в гостиницах и питаться в ресторанах. Или взять с собой палатку и готовить еду на горелке. Продукты можно закупать в магазинах и киосках, а воду набирать в населенных пунктах. Краны и источники с питьевой водой на тропе встречаются редко, но гибель от жажды не грозит. Тропа очень хорошо маркирована. 23 столба с желтыми табличками указывают направление и расстояние. 44 бетонных пирамидки со стрелками помогают сориентироваться на местах пересечения с другими пешеходными тропами. На камнях, деревьях, стенах и заборах нанесены тысячи зелено-белых меток. На Северном Кипре все географические названия имеют два варианта. Старый греческий и Новый турецкий. Это же касается и тропы. По-гречески ее называют Киренийской, а по-турецки Бешбармак, что в переводе означает «пять пальцев». Мы начинаем нашу походу к крайней оконечности мыса Кармакитис, или по-турецки «Каручамбурну». На первом участке тропа Киренийская. Тропа идет практически вдоль берега моря. Это, конечно, не пляж. Очень даже острые камни, крутой берег. Но зато море рядом. Вот прям по краю проходим. В целом, тропа неплохо маркирована. Знайки встречаются. Они, правда, очень маленькие. В начале октября летняя жара уже спала. Но еще по-прежнему тепло. И главное – сухо. Интересно, такие водоросли высохли и проваливаются. Карапар свернула с берега моря. Стала карабкаться наверх, на гору. В данный момент это действительно самая такая настоящая тропа. Причем с маркировкой. Но тропа петляет между колючего кустарника. Сразу направление не определишь. Очень часто поворачивает то вправо, то влево. Деревня Каручам, что в переводе означает «сосновая роща», до 1974 года называлась Кармакити. Это мармонитская деревня. У нас четыре деревни. Кармакити – самая большая из них. Мараниты говорят на сирийском языке. С этой стороны написано «это мое тело», там – «это моя кровь». Маранитская служба идет на трех языках. На греческом, на сирийском и на арабском. Но в этой книге у нас нет арабского текста. Мы приветствуем на арабском. В переводе эти слова означают «да пребудет с тобой Бог». Часть надписей у нас на сирийском. Но обычно служба идет на греческом. Все же большинство прихожан говорит именно на этом языке. Осенью созревает боярышник. В начале октября собирают капусту, помидоры, перец. На одном поле убирают урожай, а на другом уже начинают высаживать рассаду. Надеются до Нового года еще чего-нибудь вырастить. Климат благодатный. Растет все, что угодно. Нужно только поливать. Воды на Кипре всегда не хватало. Примерно раз в пять лет здесь обязательно бывает сильная засуха. Из Турции под дно моря проложили трубу длиной 80 километров. Перегородили дамбы и ущелья и стали закачивать воду из турецкой реки Аламур в водохранилище у поселка Гючеткёй. В ближайшем будущем на берегу планируют создать парк с зоопарком, аттракционами, спортивными площадками, ресторанами, местами для пикников и пляжами. Очень много камней на дороге. Сверху сыпется регулярно. Дорога вроде есть. Понятно, что ездить по ней никто не ездит, потому что очень крутые подъемы. Даже не знаю, на танке только, наверное, проехать. Понятно, что машина здесь не ездит. Очень уж плохая дорога. Но удивительно, что и пешеходы не ходят. Хотя вот как раз находимся на тропе Бешбармак, но ни одного человеческого следа нет. А дорога замечательная. Виды открываются с той стороны на море, с этой стороны на водохранилище. Красота. Тут в лесу, на склоне, на этом реально много тропинок. И если бы не знаки, уже бы 20 раз как сбился с правильного пути. Как это обычно бывает на тропах, всегда после длинного подъема обязательно будет спуск. Тут два варианта. Либо спуск тоже длинный и плавный, либо, как здесь сделали, очень короткий, но очень крутой. Впереди уже видно море. Какой-то городок там, приморский. Но тропа все еще идет вдоль склона. Спуск уже не такой крутой, как вначале. Но все равно смотреть надо под ноги. Тропа узкая, каменистая. Монастырь Синай, известный также как Тарихи, очень древний. Историки так и не смогли точно установить, когда он был основан и когда заброшен. В 1904 году обитель восстановили. Реконструировали сложную оросительную систему. Но после разделения Кипра в 1974 году здесь никто не живет. Воды нет ни в кране, ни в арыках. До наших дней сохранились мощные, как у крепости, стены с полукруглым готическим входом и узкими, как бойницы, окнами. Над входом в церковь Святой Екатерины можно взглядеть византийский герб с двухглавым орлом. Вообще, в октябре на Кипре практически невозможно встретить источников воды. Проходим вот очередное сухое русло. Русло есть, воды нет. Родников тоже никаких нет. У входа в замок святого Илариона по ходу присоединяется Руслан Кокорин. А в этот раз на Симон Китейль? Согласно преданию, замок назвали в честь Илариона Великого, который в восьмом веке жил отшельником в пещере возле Кирении. Уже при римлянах здесь были четыре сторожевые башни. Позднее построили еще и три яруса высоких крепостных стен. В нижнем ярусе была кухня, конюшня, подсобные помещения и склады, солдатские казармы и комнаты для прислуги. На втором уровне находились церковь, королевские апартаменты, зал для проведения балов, кухня для знати и бараки для личной охраны короля. Вот мы переваливаем через очередной перевал. Поднялись от замка Цитов-Лариона. Сейчас нам предстоит длинный спуск вниз в долину. Снизу уже явственно доносится шум машин. Там шоссе оживленные. Но мы пока спускаемся по крутому склону. Нет, тут мы не слезем. С другой стороны попробуем пройти. Звонят мне из Москвы и звонят, когда вернешься. Вот так вот работать пора. А мы тут по тропе ходим. Постарались здесь, отметили. Верху даже поставили сучу знаков, чтобы случайно не пропустили поворот. Что, нашли хорошее место? Проблема именно такой квадратик для палатки. А если не лезть в палатку, а он спать как бы это, вон я вижу уже чистый для одного человека. и это же самое. Так, вставали в принципе не то, чтобы очень много, но деревья из брова. Ну вот, печку собираем в потемках. Сейчас на Кренейском хребте никто не живет. Все поселки расположены ниже по склону. Но бесхозные руины встречаются достаточно часто. Мы дошли до точки, где наши тропы расходятся. Чуть меньше двухсот километров осталось всего лишь до конца. Но меня уже ждет семья, работа. Уже оборвали все телефоны, говорят, куда пропал. Руслан свернул в сторону аббатства Белопоис. Я продолжаю поход по Кренейской тропе. Крестоносцы построили замки на самых высоких местах. И они же самые труднодоступные. Вот сейчас тропа ведет еще к чередному замку крестоносцев. Карабкается буквально вертикально вверх по крутому склону. Еще надо смотреть, чтобы сама тропу не потерять. Подъем к замку Буфавента продолжается. Но уже в таком более щадящем режиме. Все-таки тропа здесь идет через густой лес. И солнце не печет. Ну и как-то тропа получше. Не то, что по камням прыгать. Да, вроде похоже на перевал. Дальше наверное будет спуск такой же сложный как подъем был. Перевал перешел, но как казалось рано радоваться. Тропа завела на тучу камней. Вот кстати знак нашей тропой. И непонятно где сама тропа. То есть они вот это называют тропой. Замок Буфавента был построен в 11 веке византийцами. Позднее его укрепили и расширили крестоносцы. Но уже в 14 веке он потерял военное значение и был заброшен за ненадобности. Название замка Буфавента переводится как продуваемые ветрами. Ведь он стоит прямо на гребне горной гряды. Туда спуск сюда спуск. На руины замка Буфавента стоит подниматься главным образом ради вида. Отсюда открывается вид чуть не наполовину Кипра. Туристов нет совсем. Замок практически в диком состоянии. Примерно как был. Может чуть-чуть подлатали. А вот еще вставили железные ограждения, чтобы народ не попадал. С южной стороны, вот когда тропа проходит по южной стороне Киренецкого хребта, обычно все-таки жарче. Солнце как раз во второй половине дня именно отсюда. С той стороны можно идти по тени. Ну здесь только иногда бывает повезется, что идешь по лесу и от солнца прячешься. Турок киприот Тукберко Мирзаде возглавил группу энтузиастов, которая в 2010 году на гранты от Европейского Союза в течение двух месяцев промаркировал весь маршрут. Вероятно на то, чтобы его поддерживать в приличном состоянии денег уже нет. Метки выцветают или скрываются в зарослях. Указатели ржавеют, бетонные пирамидки падают. Видительно, что тропа идет по мусульманскому северному Кипру, но при этом к мечетям очень редко приводят. Зато регулярно заводят во все действующие, так и разрушенные православные церкви. Армянский монастырь Сурб-Магар был основан в X веке коптами. Армянским монастырь стал в 1425 году, но названия его менять не стали. На протяжении нескольких столетий, вплоть до начала XIX века, этот монастырь был религиозным центром армян на Кипре. Позднее его стали использовать в качестве летней резиденции церковных иерархов. К счастью, Киринейская тропа довольно часто проходит по лесистым участкам горы и большую часть солнца закрывает деревья. Не очень жарко. К счастью, тропа не очень долго шла по асфальтированной дороге. Мы сейчас продолжаем идти по дороге, но это уже такая более привычная, более обычная для Киринейской тропы дорога лесная без всякого специального покрытия. Постепенно за несколько дней я понял, что на пирамидке обязательно надо обращать внимание. Они стоят именно в тех местах, где проще всего сбиться с пути. Например, вот налево очень хорошая пошла дорожка, а наша тропа пойдет направо. И здесь специально поставили бетонный знак, стрелкой нарисовали, что бешбармак это туда. Монастырь Антифонидис один из самых выдающихся образцов средневекового зодчества. Только непонятно удастся ли попасть внутрь, потому что время уже шестой час. Затерянная среди горы лесов обитель не подвергалась реконструкциям и сохранилась почти в первозданном виде с 12 века. Вот написано монастырь открыт только до пяти часов, а уже шестой час. Своего сильного государства на Кипре никогда не было. Для этого не хватало ни людских ресурсов, ни желания. Здесь всегда правили чужаки и одновременно и по очереди. Первыми стали финикийцы, затем персы, греки, римляне, византийцы, крестоносцы, турки, венецианцы, англичане. Остров, находившийся на стыке западных и восточных империй, часто переходил из рук в руки. В 1960 году Кипр впервые в своей истории получил независимость. И уже через 14 лет раскололся на две части, каждую из которых лишь условно можно назвать самостоятельной. Несмотря на сравнительно небольшую высоту, Киренийский хребет представляет серьезные препятствия на пути от северного побережья к центральной равнине. Северный склон зарос кипарисовыми и сосновыми лесами. Южный покрыт густыми зарослями из кустарников и низких деревьев. Идущие с моря дождевые тучи не всегда преодолевают стоящую на их пути преграду и сбрасывают влагу только с одной стороны хребта. Даже осенью, когда дождей обычно нет, чувствуется, что воздух с северной стороны более влажный и прохладный, а с южной сухой и жаркий. Английский писатель Лоренс Даррелл в книге «Горькие лимоны» писал о Киренейских горах, как о принадлежащих миру готической Европы с ее величественными горными вершинами, усыпанными замками крестоносцев, построенных на головокружительной высоте, чтобы контролировать дороги, проходящие через горные перевалы. Как обычно и бывает на Киренейской тропе брасвишь, брасвишь высоту, а потом опять приходится ее набирать. Причем в жару среди дня. Похоже, здесь когда-то была дорога, но очень давно. Уже целые деревья выросли прямо посреди дороги. Впереди еще одна крепость, третья крепость на нашем пути, крепость Кантара. Кантара третий и самый восточный из череды замков на Киренейской гряде. Его название переводится с арабского как мост или арка. Именно так и называлась гора, на вершине которой во времена совместного владения Кипром, Византией и арабским халифатом где-то в период с 8 по 10 век построили сторожевую башню. С высоты 700 метров над уровнем моря прекрасно просматривались дороги, ведущие на восток в сторону полуострова Карпас и на запад в долину Месаурия. Замок построен таким образом, чтобы буквально каждый, кто здесь работает или живет, все свое свободное время мог посвящать наблюдениям за окрестностями. Киринейская тропа входит в полуостров Карпас. По форме он напоминает указательный палец длиной 70 километров, вытянутый в сторону Турции и Сирии. Раньше здесь активно разрабатывались месторождения полезных ископаемых. Индустриализация обошла остров стороной. Сохранились только карьеры по добыче стройматериалов. Киринейская тропа на этом участке походит прямо по берегу моря. Полуостров Карпас до такой степени малообитаемый, что здесь даже по скоростной автостраде можно гулять в полном одиночестве. Здесь нет ни гостиниц, ни ресторанов, ни кемпингов, ни отдыхающих. Зато мусора навалом. Это своеобразный подарок кипродсоседей. Удивительно, что в дополнение к совсем незагруженным дорогам здесь прокладывают новые автострады. Шоссе прокладывают прямо по Киринейской тропе. Самым скорым будущим пешеходам придется искать обходные маршруты. Здесь нет ни рек, ни ручьев, ни озер. Оливковое масло и оливки составляют основу питания местных жителей. Сырыми их есть нельзя. Нужно предварительно засаливать. карпас карпас гейт марина место для парковки престижных яхт. Здесь есть все, что нужно для отдыха, включая и очень приличный ресторан. Вот этот камень действительно со следами обработки вот что-то такое похоже реально на статую называют на карте статую бронзового века. Удивительно, что на таком населенном с глубокой древности острове, как Кипр, сохранилась узкая и длинная полоса земли, на которой растут около 50 эндемичных видов деревьев, цветов и кустарников. Передневская тропа уже вышла на полуостров Карпас. Удивительно дремучие здесь места на берегу моря. Опять же тропа идет по самому верху и если раньше слева было море, а справа ну скажем так огромная равнина, то сейчас море получается с двух сторон. Справа море видно и слева море. После долгого перерыва Киренейская тропа опять вывела на берег моря. не просто на берег моря, а настоящий пляж. И не просто пляж, песочный, отличный белый песок. Здесь на берегу моря в античные времена был город Карпасия. От него сохранилась только базилика Айосфилон 12 века. Удивительно вокруг все такое зеленое, все холмы, все заросло кустарником, деревьями. Даже непонятно откуда вся эта зелень поперет влагу. Потому что для людей здесь без шансов ни родников, ни речек, никаких источников нет. Поэтому, собственно говоря, и людей здесь нет. На месте античного города Афендрика сохранились руины трех расположенных по соседству византийских церквей. Айос и Ериос, Паная Хрисиотиса и Паная Осаматис. Все они были разрушены во время арабских набегов в 7 веке. Даже те немногие туристы, которые заглядывают в этот удаленный от основных достопримечательностей уголок Кипра, стараются проскочить его за один день, никуда не сворачивая с единственной асфальтированной дороги, которая проходит по южной кромке полуострова. Вглубь и на совсем необитаемое северное побережье мало кто забирается. Именно поэтому Карпос считается одним из самых экологически чистых уголков не только Кипра, но и всего Средиземноморья. На мысу Зафер-Бурнух, известному также как мыс Апостол Андрея, поход по Киренийской тропе завершается. А проект «Вокруг света пешком» продолжается. Впереди новые походы по лучшим пешеходным туристическим тропам мира. И вы также можете принять в них участие. Субтитры создавал DimaTorzok